йоу-йоу-йоу приветствовать 2 по 308 по 380 suzuki и tahatsu 20 что готовимся без меня зовут сергей небольшое видео может быть кому-то это будет полезно так у нас две лодки на тесте это riverbots 380 tahatsu 9 920 четырехтактный под дистанцию с гидроподъемом и suzuki 9920 переделан под дистанцию это был изначально руками мотор без гидроподъема вот сделаем небольшие тесники посоревнуемся немножко проверим как они на ходу наши доработки ну что геннадий александрович готов мой лучший да не сомневаемся посмотрим проведем небольшой секс здесь поставил 11 винт и винт набирает до отсечки моего веса здесь недостаточно потому что на просьбе 12 шаг вот сейчас посмотрим выход на крейсер погнали ребята геннадий александрович не глядя Сами видите, это по течению 43 было, 44, 45, 46, 47, 48. Сейчас мы проверим это все дело против течения. Проверим против течения. Да, надо более скоростной винт встать. 35 человеком, 37, 36, 38. Сейчас немножко приподниму. 38 против течения. 40. Да, надо 12. Все, много. Все. Пошел. 37, 38. Даже был разгон, почти до 40. Вот 37. Это то есть течения. Ну, неплохая скорость. Все плохая. По течению там вообще, видимо, 45 было и больше. Как видите, для пенов лучевод, все идет ровненько, удивительный и вот, инкубатор ровненький весь. Так что, настройки нормальные, с любой лодки можно работать, сделать его Геннадий. Вон он идет, Геннадий наш. Дадим жару, попробуем его обогнать. На полном идешь? На полном? На полном? По машине Геннадий ручкой? Ну, давай, догоняй, Геннадий. Ну, смотри, что он у тебя встает. У меня уходит в перекрут. На 11-м шаге в перекрут уходит и все. Надо 12-й ставить. Вот сейчас мы шли 38 против течения, а, слушай, а по течению там вообще 45-47. У меня вот тоже течения 45, практически одинаково. Практически? Если перекрутим, 12-й ставим. Да. Он еще быстрее. Он еще пойдет быстрее, 12-й надо ставить. Давай остановись рядом. Куда за корабль? Да. Пойдем за корабль. Погнали. Так, видите, за Хатсу чуть бодрее. Чуть бодрее за Хатсу. Практически на уровне идем. Ну, красиво идем. Как видите, все красиво сзади. Брызгов, ничего нет. Кто бы там что ни говорил, ривербост, плохие лодки. Да нет, ребята, просто надо поднастроить. И видите, все отлично идет. Никаких сносов, кормы, ничего нет. Закладывается на поворотах. Отлично. Выход на глиссер прекрасный. Так что все зашипись. Сейчас выход на глиссер. Ну, видите. Все, ложится на курс сразу, все нормально. Никаких проблем. Лодка идет прекрасно. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как показало, Тахас идет чуть бодрее, но, может быть, это будет к тому, что здесь все-таки стоит гидроподъем, потому что можно немножко подыграться. Вот, в Сузуке гидроподъема нет, но разница, в принципе, несущественная. Практически идут на тря-мна-дрю. Вот, как видите, реверлоз лодки что-то не пишет, куча всего негатива, но все элементарно настраиваются. Собственно, скорость у нас получилась по течению 47-48, с двадцатками против течения 41-42 было. Поэтому просто, ребята, настраивайте моторы. Тахас, например, крыло, если что-то не устраивает там по дельфину, это, опять же, много чего зависит у нас и от развесовки лодки. Сидушки стоят сзади. Вот, на запрессе двигает еще, только что-то там еще поджимает больше моторы. И когда мотор вдавливает нос, тоже он, тем самым, тоже не может потерять скорости. Поэтому просто лодка небольшая, и с развесовкой и ваку, конечно, это тоже отличный результат. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok